И вот сколько лет они вместе, они сейчас живут счастливо. И это не просто так, потому что говорят, что... В народе говорят, хочешь девушку взять, посмотри на родителей. Я помню, когда Леной было всего 8 месяцев, я приехал в Кыргану, ее мама и моя жена жили в одном дворе. Проведать мы приехали своих, и Рабик приехал. И я видел у него на руках Лена, такая маленькая, курносенькая была. И мне что-то дернуло, я говорю, вот ее я возьму в невесту моему сыну. А если, говорит, будет, ты знаешь, какая она вырастет? Я говорю, у таких родителей, как ты и как твоя жена, на 8, наверное, и я няшки все. Прошло время, ей было 16 лет. Мы поехали по работе, я говорю, надо было поехать в Кокам. И мы со своим бизнесом, у нас один был бизнес, со своим партнером поехали. И мы остановились у него, у них дома остановились. Я пришел там, я говорю, и? Он говорит, и? Куда? И я его назвал в Боже тоже. Приходит, приходит, давай. Они быстро-быстро стали готовить. Смотрю, Лена, шустенькая такая, бегает туда-сюда. Я говорю, Арсен, внимательно посмотри на эту девочку. Она точно похожа, и характер как папы, и похожа на папы. И она его любит больше всех. Он говорит, что ты мне говоришь? Мне надо учиться, и мне надо... Да сейчас он, кто учился в институте еще. Диплом, я говорю, диплом, диплом. А пока родители рядом, девочка хорошая, надо брать. Он на меня так посмотрел, я говорю, мы непережимы. Короче, мы уехали через... Я так быстро организовал, что не ухали бы, там, например. Через месяц мы приехали. А никак, мы же не знаем, никогда не знаем, что ты скажи, да, и все. Короче, ну мысли... Он такой был парень, очень тихий, очень спокойный. И самое главное, у него отвечал характер, честный. Его могли даже где-нибудь там обмануть, он ничего слова не сказать, а не скажет, а пойдет с кармана вычесть деньги и отдаст. Вот такой человек был. На работе он был очень... Любил свою работу. Как я его всегда спрашиваю, а что ты делаешь? Он говорит, я же тебе продаю. Наверное, я говорю, весь как на флевом, и обслуживаю. Потом он стал продавать там дубленки и все. И однажды у него украли с машины, он торговал, дубленки, открыли багажник. А там очень много было вещей. И когда он пришел, нету, а Леночка с ним всегда работала, помогала ему. Всегда она была рядом с папой. И когда он сказал, что вот такое дело мне, и подошел мне, я как раз приехал, меня вот обограли. Я говорю, что ты сделал? Я вытащил деньги из кармана и пошел этому хозяину отдал. И тот даже не знал. Прошел месяц, он ему тогда сказал, что я больше работать уже не могу, потому что мы должны... Вот так вот такое делал. А что ты нам не сказал? Да чего ты с водой? Я говорю, ну мало бывает. Потому что это ему повесло, он такой прямой и честный. Старался никого не обидеть. То есть проходит время. У меня с сыном уже заходил в один институт. Я говорю, надо жениться. Иди в свадьбу, я говорю, нас не пустили в Канаду. Мы поехали в Москву. Я говорю, мне надо эту девушку забрать. Он говорит, если на нее этого не было документов. Я говорю, я все ваши документы отбил и не дам. Я говорю, нет, нет, мы ее потом возьмем. Она уехала в Израиль. А он учился здесь уже в другом институте. Я говорю, надо жениться тебе, сынок. Мы же сделали же этот инъем, в Индейчман. Он говорит, папа, моя жена, это книги мои. Я говорю, нет, твоя жена и книги, и она. А мне нужны внуки. И ты должен в первую очередь думать о папе. Мы не молодые, а мы уже стареем. Короче, он говорит, что ты? Я говорю, твое дело заполни бумаги, а что я буду делать? Короче, мы женили, все, привезли ее. Я взял ее, а теперь на работу туда. Вместе работали. Проходит время. Мне рождаются четыре девочки от него. И два мальчика. Я говорю, видишь, ты же на правильный, женился на правильного человека. И ты, он говорит, прошло уже сколько они живут, 25-30 лет. Он мне сейчас говорит, мой сынок. Спасибо тебе, папа, за такую жену. Я говорю, видишь, наш папа не плохой, выбор не был. Поэтому обязательно, если у вас дети есть, посмотрите, кто родители. Какое поведение, какой характер. Это отражается. Мы сейчас, я вот уже сколько лет, это моя наша Келин, я вижу, как края она трудяга. Она пашет и пашет, никакой работы не боится. И то же самое, как папа, простая, честная и всегда приветливая. Очень хочется, чтобы папа сверху послал Бориславление всей семье. Чтобы все были здоровы, счастливы, чтобы мы видели в области внуков, правнуков. То есть, в прочем, он видел тоже много правнуков. Он прожил хорошую жизнь, но это нехорошая болезнь. Она не спрашивает, открадывается потихонечку. Царство Небесное ему в дорогах Матери Рабоши. Еще я сейчас хочу сказать, что сегодня так совпало. Моя мама тоже сегодня, у нее день, когда она ушла в зеленой. И моя мама, ее папа, его дядя. Поэтому, рахматку на всех их. Джошон, пока не это больше.